Давайте попробуем это доказать. Чисто алгебраически, вот на основе тех формул, которые у нас были, очень легко получается. Вообще удивительно простое, конечно, рассуждение. Х – это такое множество точек ВРН, что Х – остроугольное, и количество точек в нем в точность равняется ФТ. То есть это то самое множество, которое реализует максимум в нмерном пространстве. Оно остроугольное, там все треугольники имеют острые углы, и при этом оно имеет самую большую мощность среди всех таких множеств. Давайте его рассмотрим. А наша цель – доказать, что размерности на 2 больше. Давайте поймем, что мы хотим доказать. Мы хотим доказать, что если мы возьмем размерность на 2 больше, то есть добавим чуть-чуть координаты в конец. Вот в этой размерности есть не менее чем вдвое большее множество. Тоже остроугольное. Так, товарищи, все согласны, что мы этой цель, эту цель, которую исследуем? Мы хотим вдвое большее множество, хотя бы вдвое большее, которое по-прежнему будет остроугольным. Ну давайте сделаем следующую вещь. Давайте рассмотрим все возможные наборы точек x, y, z, такие, что y не равно x и z не равно x. Имеется в виду, виноват, вот здесь надо написать, вот эти все точки из множества x большое, которые мы взяли. Вот возьмем в этом множестве все возможные тройки точек, у которых y не равно x и z не равно x. То есть картинка вот такая. Есть x, есть y, есть z. И мы хотим, чтобы y отличался от x, и z отличался от x. Вот эти могут совпадать. То есть в принципе y может равняться, если они могут совпадать. Вот возьмем все возможные такие тройки точек, изнашивая x большое. и найдем минимум среди чисел вот таких вот. y минус x, скалярную умножить на z минус x. Ну вот берем все такие тройки, для каждой тройки вычисляем вот это скалярное произведение по известной формуле. Помните, так? Ну вычислили. Скажите, это скалярное произведение, какой знак имеет? Оно положительно, отрицательно, 0. Положительно, потому что x острунгольное, правильно? Это всегда положительное число. При этом, внимание, в x конечное множество точек, конечное f от n, конечное множество точек. И мы берем минимум среди конечного множества положительных чисел. Согласны, что этот минимум тоже положительный? Вот давайте этот минимум обозначим обозначим s, этот минимум. Обозначим s, этот минимум. И возьмем положительное число r, такое, что 4r квадрата ниже, чем s. Мы сказали, что s строга больше нуля, значит, всегда можно найти такое положительное число r. Чисто формально, можно же, да? Если s положительное, мы это знаем, то всегда нужно взять такое r, что оно меньше, чем 1 вторая конечная сс. Принесли, 1 вторая конечная сс. Так, все взяли. Можно сделать так. Теперь делаем следующий финт. Все очень будет просто. Главное понять. Вот берем обычную плоскость. Друзья, берем обычную плоскость, умерную. На ней рассматриваем окружность вот этого радиуса r. Здесь тоже r, здесь минус r, здесь минус r, чтобы никто не усомнился, что это окружность. Радиус r. Вот пусть какой-то есть х из х большого. Вот, наше х большое, а в нем какая-то точка х. Давайте поставим этой точке х в соответствие некоторую точку φ от х и минус φ от х на этой окружности. Ну, например, вот это φ от х, ну, а минус φ от х она просто противоположна. Минус φ от х. Теперь взяли какую-нибудь другую точку, y с х, другую, и ей сопоставили φ от y и минус φ от y тоже на этой окружности. Но при этом, товарищи, сделали так, чтобы и это, и это были новые точки, не такие, как вот это и вот это. То есть взяли какой-то там φ от y и ему противоположную точку минус. φ от y и так далее. Понятно? Так далее. То есть перебрали все возможные f от n точек, которые есть в нашем x большом. Все возможные f от n точек перебрали. И для каждой выбрали свою особую пару противоположных точек на отможности φ от x и минус φ от x. Вот. А теперь делаем так. Есть x какой-то из x? И по нему строим... Да, давайте так. x у нас с координатами x1 и так далее xn, правильно? Потому что x у нас в рамках находится. Вспеваете, да? А мы берем и добавляем к этому x в конец φ от x. То есть две координаты той точки, которая вот здесь нарисована на окружности. Две координаты вот в этой системе координат. Дописываем к координатам, которые есть в точке x, еще две координаты в конец. То есть эта точка приближит к рамках плюс 2 просто по определению. понятно, как я сделал? Я по x построил φ от x. φ от x имеет две координаты, два числа. Я эти два числа нарисовываю в конец, чтобы у меня на токе получилась точка в размерности от плюс 2. Слежит? Вот. И точно так же строим x с добавки минус. Виноват. φ от x она тоже, конечно, ворот, плюс 2. Вот здесь минус. Это разные точки. Разные, конечно, точки. Более того, когда мы переберем все возможные x, все такие точки будут разные. Потому что мы так строим, чтобы все время была концовка разная. То есть в итоге мы построим 2 на f от n точек в rn плюс 2. Потому что каждой точке, которая была в множестве x, мы запоставили две точки вот в этой размерности. Всего точек в x с большом было f от n, значит, суммарное количество точек много размену с дважды f от n и вся недолгая. Понимаете? Ну как бы такого можно было не придумать? Не придумал никто. Не, ну я ничего пока не доказал. Что теперь осталось сделать? Осталось убедиться в том, что так построенное множество тоже является астроволем. Вот с этим мы согласны, правильно? Я построил некое множество, в нем 2 f от n точек. Эти точки все живут в размерности n плюс 2. Если я докажу, что все эти точки образуют только острые углы, то это победа. Это победа, я тем самым установлю вот это вот неравенство. А, я его стер, что f от n плюс 2 не меньше, чем 2 f от n, которые мы стремимся доказать. Что в размерности n плюс 2 есть хотя бы 2 f от n точек, которые образуют астровольное множество. Но надо это доказывать. Надо просто формально проверить, что соответствующие скалярные произведения строго положительные. чтобы вы не забыли, что так было. А то еще скажут, что так не было. Есть у нас какие-то точки. x, я напишу вот так. a умножить на f от x. y, a умножить b, b умножить на f от n. И z, c умножить на f от z. Есть такие 3 точки. Вот в одном множестве, которое мы построили. Кто-нибудь догадывается, что такое a, b и c? Плюс или минус 1. Плюс или минус 1. Правильно. Конечно. a, b, c это просто чиселки плюс или минус 1. Но вот так вот я записал просто, чтобы удобнее было. Каждая точка в нами построена в множестве. Это либо точка исходного множества. и f от x со знаком плюс, либо точка исходного множества и f от x со знаком минус. Но я бы не знаю, какие именно 3 точки я сейчас взял. Может быть здесь ставить знак плюс, может быть здесь ставить знак минус, а может наоборот. Но вот так я их закодировал. Я не знаю, почему равны a, b и c. Давайте я их только еще, знаете, как вот так обозначу x, скажем, с волной, y с волной и z с волной. Это уже целиком вот эти вот там плюс-бамерные точки. Цель. Какая у нас цель, после которой мы победим. Значит, цель состоит в том, чтобы доказать, что y с волной минус x с волной на z с волной минус x с волной больше нуля. Что же всегда получается в острый угол. Это наша цель, согласны? Цель наша доказать, конечно, вот это неравенство, каковы бы ни были x, y, z и каковы бы ни были a, b и c. Вот в этом смысле. То есть при любых x, y, z, при любых a, b и c надо, чтобы оказалось справедливым вот это неравенство. Тогда мы в героях. Тогда мы в героях. Есть варианты. Давайте рассмотрим, какие бывают случаи. Значит, бывают случаи, когда y не равно x. и z не равно x. Ну, что, в общем, довольно естественно. Да, только будьте внимательны. Я сейчас сравниваю вот эти начальные точки, которые размерности н. Вот может так случиться, что и y не равен x, и z не равен x. Может так случиться, что y равен x. Может так случиться, что z равен x. А может ли так случиться, что они все три совпадают, что y, x и z суть одно и то же. все трое? Нет. Почему? Давайте я напишу. 4 x равно y равно z. Вроде бы так тоже могло бы случиться. Почему нет? Тогда фи... Нет, у нас есть, потому что мы работаем с точками разметности n плюс 2. Я подчеркиваю, что сравниваю только начальные кусочки. То есть у нас есть. Я не говорю, что если вот эти равенства выполнены, то автоматически выполнены равенства и с волнами. С волнами-то может все не равно при этом. Тем не менее, так быть не может. Почему? Я сейчас сразу вычеркнул. Но почему так не может быть? Ну, потому что a, b и c это плюс или минус 1. Всего две возможности. Если бы все трое совпадали, то просто по принципу деревья. Знаете, кролики, ящики? Какие-то две таких точки совпали бы, а вот это мы как раз не хотим. Эти-то все точки разные, понятное дело. Исходные, x-волной, x-волной, z-волной, они все разные, естественно. Но поскольку они разные, то вот эти все втроем совпадать не могут. Если бы они все втроем совпали, какие-то две совпали бы и отсюда. Ну, может, эти два знака совпадут. Вот, так что этот случай невозможен. А этот случай очевидно симметричен вот этому. В том смысле, что мы просто можем поменять местами y, x. И если мы доказали в этом случае, то в этом случае мы тоже автоматно доказали. То есть реально надо рассмотреть только вот эти две ситуации. Что мы сейчас упротим? Понятно, да? Отдельно надо рассмотреть два случая. Ну, давайте рассматривать первый случай. Первый случай вот. y не равно x, z не равно x. Так, ну, вижу, y с волной, с волной. Минус x с волной. На z с волной минус x с волной. Как бы это написать? А вот как это написать? Это y с чертой минус x с чертой. Так. На z с чертой минус x с чертой плюс. Так устроено определение скалярного произведения, что дальше можно просто прибавить последние две координаты. То есть надо взять b фи от y с чертой, естественно, минус а фи от x. Сейчас, товарищи, следите, пожалуйста, потому что я могу, видите, запутаться случайно, просто ошибиться. Так, и здесь c фи от z с чертой минус а фи от x с чертой. Вот так. Ну, тут надо не может представлять себе. Скалярное произведение – это сумма произведений координат. Вот здесь мы складываем произведения координат по первым n позициям, а здесь добавляем просто произведения координат по оставшимся последним другу. Давайте я объясню. Это очень просто. Что я здесь сделал, чтобы было понятно, чтобы вам кажется, что это страшно, на самом деле ничего страшного, конечно, нет. Значит, имеется виду следующее. Вот у вас есть какие-то векторы, скажем, x равняется x1, xn, xn плюс 1, xn плюс 2, и y равный y1 и так далее, yn, yn плюс 1, yn плюс 2. Но у нас именно таковы вот эти вот векторы y с волной минус x с волной, и z с волной минус x с волной. Это векторы с n плюс двумя координатами. Но что я говорю? Я говорю просто, что скалярное произведение x на y – это, конечно, по определению x1, y1, плюс и так далее, плюс xn, yn, плюс xn, плюс 1, yn, плюс 1, плюс xn, плюс 2, yn, плюс 2. Это просто определение скалярного произведения. Но, с другой стороны, вот эта вот часть – это скалярное произведение вот этой части и вот этой части. А вот эта вот часть – это скалярное произведение вот этой части и вот этой части. Они складываются. И вот это ровно то, что я здесь написал. Выглядит страшно, а написано ровно вот это вот преобразование. То есть я сначала взял скалярное произведение начальных кусков размерности n, вот как здесь начальные куски размерности n перемножились, а потом добавил скалярное произведение последних двумерных кусков, вот как здесь. Это одно и то же, что здесь написано, что там, это одно и то же, по сути. Сейчас понятно? Теперь. Вот давайте сюда посмотрим сначала. Я вот это вот берегу. Понимаете, что вот эта штука больше не равна s. s это минимум среди всех таких штук. Внимание, минимум именно в текущей ситуации, когда y не равно x, z не равно x. Мы так определяли s. Поэтому, конечно, вот это вот, все вот это скалярное произведение больше не равно s, просто по определению s. s самое маленькое из всех таких чисел. Какое бы здесь число ни было, оно точно не меньше, чем s. Поэтому все вместе больше не равно s плюс, ну и здесь повторяем, b на фи от y минус a на фи от x, c на фи от z минус a фи от x. Вот это вот что-то типа плюс-минус, что-то лежащее на окружности радиуса r. Давайте я нарисую картину. Вот у меня есть окружность радиуса r. И на ней лежит вот эта точка. Помните, да? Плюс тут или минус тут, неважно, эта точка лежит на этой окружности. Но встало быть, какой она имеет длину? r, правильно. Ну не точка, а вектор из нуля, конечно, но имеет длину r. И вот эта вот длина r, давайте, длина r, чтобы это было и на записи видно, и r. И вот эта длина r по той же самой причине. И здесь то же самое, и здесь то же самое, писать уже нет. У каждого из этих векторов длина r, правильно? Хорошо, товарищ. А какая длина? У вот этой разности. Есть один вектор длины r, есть другой вектор из нуля тоже длины r. Один вектор из нуля, другой вектор из нуля, оба длины r. Не больше, чем 2r. Не больше, чем 2r, правильно. Неравенство к угольнику, знаете? Вот у этой всей штуковины длина не больше 2r. И у этой всей штуковины то же самое, длина не больше, чем 2r, правильно? А теперь выберется скалярное произведение двух векторов, длина каждого из которых не больше, чем 2r. Чего оно не превосходит? 4r квадрат. Скалярное произведение x на y, это теорема косинусов наша, это определение косинуса. Скалярное произведение x на y точно не превосходит модуль x на модуль y. Потому что если вы вот это перенесете в знаменатель, то это косинус и будет. А косинус не превосходит единицы. Понимаете? Ну, смотрите, еще раз. Косинус угла между векторами, это скалярное произведение, я неправильно написал, вот так. Ладно, сейчас напишу правильно. Это скалярное произведение, поделить на корень из xx, yy. Мы знаем, что минус 1 меньше либо равняется кость с альфа, меньше либо равняется единица. Мы знаем это, товарищи? Да. Мы это знаем. Ну, это я здесь не совсем правильно написал. Значит, получается, что вот так вот. Получается, что вот эта дробь, вот эта дробь, она не меньше, например, чем минус 1. Ну, то есть, что у нас получается? Модуль x, вот это вот модуль y, вот это вот. Мы проходим сегодня. Это длина x, это длина y, как мы сегодня проходили, да? То есть, у нас получается, что скалярное произведение x на y, вот этот вот числитель, он не превосходит чего? Он не превосходит... Сейчас, что-то такое. Произведение длин, все хорошо. Не превосходит произведение длин. Длина, это, конечно, ульюс вот этого скалярного произведения. И вот эта длина, это поле, из этого скалярного, все правильно, да? У нас получается, что не превосходит произведение длины и больше не поравняется за счет вот этой минус единицы, чем минус произведение длины. Минус произведение длины. Но у нас длины не превосходит 2r, значит, произведение это 4r в квадрат. И мы получаем, что вот это вот скалярное произведение больше не поравняется, оно все, вот это вот скалярное произведение, больше не равняется, чем минус 4r квадрата. В итоге получаем s минус 4r квадрат, и наконец-то выстреливает вот это ружье. Это больше нуля. Сейчас понятно, как я сделал минус 4р квадрата, еще раз. У нас есть скалярное произведение двух векторов, в каждом из которых длина не превосходит поломер. Значит, произведение длина не превосходит 4r квадрата, а поскольку Кольсовский лежит в пределах от минус 1 до 1 и выражается вот по этой формуле, то скалярное произведение лежит в пределах от минус 4р квадрата до 4р квадрат, но в частности больше либо равно минус 4р квадрат, чем мы им пользуемся. У нас получается, что s прибавит это скалярное произведение не меньше, чем s минус 4р квадрат, а r выигралось так, чтобы эта равность была строго положительной. И это завершает рассмотрение первого случая. Но, ребят, если честно, все-таки косинус лежит от минус 1 до 1, потому что скалярное произведение не больше, чем произведение. Ну, если честно, то конечно. Так, второй случай, это когда у нас y равен x. Ну, давайте писать снова y с волной, минус x с волной, на z с волной, минус x с волной. Зря. Не, ну, начало там какое было? Если у вас есть запись, можете посмотреть, а там точно есть запись, можете отристать. Значит, начало там какое? y с чертой минус x с чертой на z с чертой минус x с чертой, правильно? Но y с чертой равно x с чертой, поэтому начало пропадает. y с чертой минус x с чертой это 0, но 0 на что угодно это 0. То есть остается только вот эта вот часть, которая с а и b. Это остается просто вот так. b фи от y с чертой минус a фи от x с чертой на c фи от c с чертой минус a фи от x с чертой. Вот остается такая вот такое, да? Видите почему, да? Ну, первая слагаемая пропала, потому что y равно x, а там из или и x как раз вычитается. Ну, то же самое пропало бы второе слагаемое, если бы мы рассматривали третий симметричный случай, когда z равно x, так что тут все то же самое. Так, как это лучше теперь написать? Тут надо тоже представить виды сугодных слагаемых. Сейчас я могу немножко затупить, потому что вообще осталось чуть. Как надо это написать? А зачем? Может быть уже на окружности рисовать? Может быть не знаю, может быть и на окружности. Как у нас есть три точки на окружности. На окружности, да. Ну, там y равно x. Если y равно x, y с волной не равно x с волной, то это во всяком случае означает, что а и b имеют противоположные знаки. Если y равно x, то фи от x и фи от y суть одно и то же. То есть, чтобы эти точки разнились, а и b должны иметь заведомо противоположные знаки, скажем, а единица, b минус единица. Как-то так. Ну да, вот у нас и есть три точки на окружности, с которыми... Да, сейчас вот я хочу вместе с вами нарисовать две противоположные. Ну, я просто хотел, да, чтобы было понятно. Действительно есть три точки на окружности. Сейчас мы это нарисуем. Так, вот эта окружность. Так, какие у нас есть три точки? Значит, у нас есть... Правильно, три точки. А фи от x. Дальше у нас есть b фи от y, которая и очевидно противоположна. Вот так. b фи от y. Потому что y равно x, значит, они противоположны. А идет противоположным знакам. Вы договорились, да? Так, вот они вот так расположены. Ну, а c фи от z, это уже не важно, где она расположена. Она в данном случае другая. Значит, вот есть c фи от z. Вот есть такой вектор, есть такой вектор и вот такой вектор. И что мы делаем? Мы из вот этого, вот это вычитаем и умножаем на вот это минус вот это. Значит, нас интересует угол. Нас интересует угол в точке а. Угол нас интересует, да. Очевидно, что он острый. На картинке видно, что он острый. Ну, из-за того, что угол прицает 90 градусов, по теории отписывая глядит. Ну, можно и так сказать. Нет, ну, видно, что он острый. Очевидно, что вот этот угол между вот этим вот вектором и вот этим вектором острым. Ну, это вообще... Что это формально писать, когда это на картинке видно. Все. То есть этот случай тривиальный абсолютно. А этот случай единственный, которому хоть сколько-то нетривиальный. Как это можно было за 60 лет не придумать, неизвестно. Но тот человек, который придумал, конечно, молодец. Просто очень молодец. Но я готов подписаться под словами Балабаш. Собственно, все. Фибоначчи сложнее. Последний результат в Каранке еще сложнее. Но без этого ничего бы не получилось. То есть вот если бы вы не сообразили, что надо вот так вот на маленькую окружность выкладывать, увеличивая размерность, ничего бы не получилось. А данное рассуждение крайне просто.